Имена участников Великой Отечественной войны увыковечат на территории главного храма Вооруженных сил России. Его строительство должно закончиться в мае этого года в Подмосковье. К храму будут вести дорога памяти. Что сделать, чтобы там появилась информация и о ваших родных, расскажет Ольга Пырычкина. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Великую Отечественную за Родину сражались десятки миллионов человек. За каждым именем своя судьба и история. Мой отец, он всю войну прошел, Павел Федор Павлович, он отличием закончил школу в 18 лет. С прощального вальса школьного он ушел на фронт. Это моя мамочка Валентина Николаевна Маркелова. Она прошла медсестрой, медсанбати до Берлина и расписалась там на Рейхстаге. Мы победили. Помимо архивов и музеев в нашей стране существует несколько крупных интернет-ресурсов, на которых собирают и хранят данные о героях. К примеру, сайт акции «Бессмертный полк» мойполк.ру. Теперь появилась еще одна возможность увековечить именно тех, кто отставил наше право на жизнь. В Подмосковье завершается строительство храма Вооруженных сил Российской Федерации. Вести к нему будет «Дорога памяти». На всей ее протяженности, на информационных табло будет информация об участниках войны. Сейчас информацию от родных собирают на сайте благотворительного фонда «Воскресенье» во вкладке «Мы – наследники победы». Там уже сотни историй. Светличный Владимир Павлович провоевал два с половиной года командиром танка, что было редкостью. Так, в среднем после трех-четырех боев члены танковых экипажей выбывали по ранению или смерти. Антонов Николай Степанович. Наша прабабушка получила от него всего три письма. Последнее было написано, когда он воевал под Воронежем. Сегодня информация на сайте пополнится историями о родных нашей коллеге – корреспондента национального телевидения Юлии Адюковой. Ее прадед Диамид Малов вернулся с войны и прожил долгую жизнь. А вот односельчанин Иван Филимонов – нет. Своих детей последний раз он увидел только на фотографии, которую отправляла ему на фронт жена. У родных сохранились его письма на чувашском языке. Он ушел на фронт, когда ему было 28 лет. Оставил дома троих детей и молодую жену Вирку. Отправить информацию можно не только через сайт. Материалы ждут в военкоматах по месту жительства. В этом случае данные останутся и в архивах ведомства. Чтобы вся полная база была, необходимо, скажем, людям, нашим гражданам, подойти в военкомат по месту жительства и принести свои фотографии, какие есть. Также после проверки имя ветерана войдет в книгу памяти Чувашии. Ольга Пырыщкина, Бахтияр Велиев, Республика.